привет всем как всегда в пятницу выкладываю свое видео и хотела бы просто немножко рассказать о том что происходит на рынке сейчас с точки зрения агента который оказался в этом рынке сейчас и что вообще значат какие-то определенные вещи которые вы слышите со всех сторон нужно ли на это сильно обращать внимание и вообще как это все интерпретировать поэтому давайте немножко об этом поговорим сегодня скорее всего вы слышите информацию о том что ставка упала практически до нуля но я должна вас предупредить что ставки на ипотеку от этого в принципе особо не изменились потому что ставки на ипотеку зависят от рынка облигаций и я конечно не loan officer девочки которые у нас в группах русскоговорящие loan officer пожалуйста комментируйте внизу как вы считаете интерпретируете новость новости про эти ставки и как это вообще действует на ставки на ипотеку да я просто вам хочу сказать что ставки на ипотеку меняются каждый день несколько раз в день и если вы сегодня слышите что что ставка была ниже 3 что завтра она может подскочить до 3 и 7 и 7 до 3 с половиной то есть мы видим все что скачки туда-сюда постоянно поэтому тут нет возможности все это предвидеть с точки зрения агента и что мы видим на с домами с покупателями с показами немножко пыл остыл но я должна вам сказать что хороший дом когда выходит на рынок и правильно выставлена цена все равно еще идут предложения все равно мы конкурируем все равно вот последние предложения у я по с покупателями подавала мы не про не не получили его 12 предложений было то есть все равно люди еще покупают они все равно считают что жить где-то надо и лучше покупать чем выбрасывать деньги на ветер и конечно нет ни у кого как говорится кристального шара чтобы вам сказать чем это все дальше аукнется больше страхов чем на самом деле все это куда это все приведет конечно но вы знаете есть такие сейчас уже случаи когда человек получил approval уже вошел в подконтракт и вот вот сейчас вот в эти последние дни теряет работу но конечно уже морги чему никто не даст уже все то есть человек теряет финансирование не может уже купить но с другой стороны все равно же где-то надо жить поэтому люди будут или снимать в аренду или покупать с условием что все таки рынок ипотек будет более щадящий что ли но это уже мы будем смотреть что будет дальше еще одна сторона коронавируса сейчас у нас на рынке недвижимости происходит происходит это то что title компании сеттлмент компании сталкиваются с проблемой что кортхаузы куда нужно записывать каждую сделку уже закрываются и если есть электронная запись то хорошо они могут записать в каких-то аккаунте где есть электронная запись но там где можно записывать эти сделки в кортхауз только в личном ну как бы придя лично они уже этого сделать не могут я не честно говоря не уверена как это все будет дальше решаться поэтому тут тоже вот вот такая вещь вещь еще есть с нашей стороны поэтому если у вас есть как бы боязнь покупки недвижимости я ее понимаю но видите ли а мы вот в индустрии вот мы раз я слушаю аналитиков нам нам рассказывают наши профессионалы кто занимается непосредственно аналитика экономических данных по недвижимости они нам говорят что рессия будет да она есть она будет но на недвижимость она так сильно не повлияет как повлиял скажем 2008 год и это обосновывается тем что сейчас люди у людей в домах больше equity да то есть они у них кредита кредита гораздо ниже чем сами самостоимость домов поэтому мы в общем-то не предвидим волны foreclosures волны вот этой волны которая была в 2008 году мы не предвидим но с другой стороны будет немножко наверное остывать пыл покупателей потому что люди не знают чего ждать и я надеюсь что это выровняет рынок для нас потому что сейчас просто неимоверный дефицит домов слишком много покупателей и очень мало домов и это создает очень нездоровую атмосферу на рынке и вот мы надеемся что сейчас немножко выровняется это все станет гораздо меньше покупателей на рынке и соответственно домов но это все выровняется до demand и supply вот мы на это как бы надеемся еще нам аналитики наши говорят что цена цены на дома если даже и будут падать то очень незначительно скорее всего просто замедлится рост или вообще перестанет расти стоимость недвижимости это как нам говорят в нашей местности я не буду говорить на всю страну но вот как нам говорят в северной вирджинии вот в округе в дисси поэтому паниковать тоже еще как бы может быть и рано на этот на этот счет и если вы все-таки еще ищете и ваша работа еще все-таки стабильная может быть не нужно отказываться от этой идеи я не знаю я вот честно говорю у меня нет кристального шара я я не знаю чего ожидать мы сами все сидим в непонятном состоянии я вам просто рассказываю то что говорят наши профессионалы наши аналитики на что мы как агенты должны основываться и соответственно рассказывать вам и и что мы конкретно видим сейчас что происходит на рынке и вот что еще я вам хочу сказать агенты отменяют open house это не хотят быть там где есть много столпотворения народу не хотят как бы себя подвергать опасности людей подвергать опасности сейчас входит виртуальные open house и то что вот я делала уже несколько лет когда берется камера 360 и показывается видео на 360 к домов то есть вы можете брать вашей virtual reality goggles и смотреть на эти дома как как вы там внутри находитесь как будто да то есть это есть такая технология я этим уже занимаюсь несколько лет и и но больше и больше агентов приносят это в свой бизнес поэтому все равно дома мы будем показывать мы просто найдем другой выход из ситуации вот поэтому будем работать дальше и надеемся что все это в скором времени все-таки разрешится ну что пишите вопросы обращайтесь я всегда буду рада с вами поболтать по телефону или по видеосвязи на данный момент а ну и держитесь ребята держитесь здоровья вам я сижу в машине потому что мы приехали за краской мы красим дом мы решили воспользоваться временем и тем что мы все сидим дома и решили немножко освежить интерьер вот я не знаю как вы пишите в комментариях чем занимаетесь вы